дорогие мои друзья всем привет очередное видео про мой боджадж боксер вот он я что я вам должен показать я вам должен показать что случилось с аккумулятором который я запустил так как мне сейчас кажется правильным вот я собрал всю информацию которая у меня была и запустил родной аккумулятор от боксера чтобы так сказать восстановить доброе имя этих аккумуляторов я всегда знал что аккумуляторы от боджаджа неплохие они не позорные это не шлак это просто неправильный безграмотный запуск я сам аккумулятор на доминаре запускал неправильно я тогда заливал электролит плотностью 127 128 из бутылочки но сюда в агм вот эти аккумуляторы надо заливать побольше плотность такая технология эти асбестовые прослойки между свинцовыми пластинами сюда низкой плотности электролит не заливают даже в теплое время вот еще у нас есть американские аккумуляторы эксайт которые я тоже раньше вам показывал как я на доминар все это ставлю там в комплекте электролит идет говорят по слухам я сам не замерял говорят по слухам там 131 у него плотность ну наверное допустим вот что сделал я давайте в прошлом ролике я сюда залил электролит корректирующий так называемый он повышенной плотности 134 я его пытался измерить ариометром но ничего не намерил толком может ариометр вот такой вот я не стал разбираться чем тут показывает и короче бросил это занятие просто залил вот такой электролит 134 грамма на сантиметр в кубе а вот стандартный электролит который я заливаю во все аккумуляторы ну свинцово-кислотная то тоже свинцово-кислотная гм просто у него немножко другая технология вот такой 127 128 он доминаровский аккумулятор запустил он работает но через несколько дней все приходит как говорится в уныние вот этот аккумулятор всем известный которые говорят что он плохой он неплохой туда надо просто заливать соответствующей плотности электролит не до самого уровня если вы не знаете объем тогда надо залить полчаса он постоит впитается сколько нужно в пластины асбестовые и остатки оттуда вытряхнуть вылить чтоб вообще там сухо было все только влажные должны быть пластины они влажные вы его ставите на зарядку малым током там написано 08 ампера вот здесь написано ну на маленьком аккумуляторе 05 ампера на 5-10 часов ставите вот я попробовал зарядить аккумулятор этот на 134 электролите сейчас я бы его измерим вот два дня прошло я подключил датчик сюда 1306 но другим приборчиком менее точным но более дешевым я вот измерял в течение двух суток было 12 9 ну вот друг другим более дорогим приборчиком показывает 1306 ну меня вполне это устраивает сейчас еще другой приборчик подцеплю вот я подцепил другой приборчик подешевле 12 9 он показывает но я им тоже пользуюсь он вполне меня устраивает но вот такая погрешность этот раза в два подороже этот раза в два подешевле даже в три подешевле вот но 12 9 это заряд нормального так сказать нормального исправного хорошего нового аккумулятора вот двое суток простояло заряд никуда не делся ничего никуда не делать сейчас я буду заводить этот мотоцикл я даже плотность менять там не буду я еще думал туда дистиллята налить немножко все это размешать покипятить чтобы там немножко снизилась плотность но ничего это делать не буду 12 94 93 меня вполне устраивает вот так что я для себя выбрал вот такой вот момент опытным путем то есть за запуск вот этих вот индийских аккумуляторов заливаем 134 ну 131 133 вот и наслаждаемся жизнью наверно так потому что 128 когда вы сюда зальете будет плохо он будет у вас терять заряд с каждым днем все меньше и меньше вплоть до 10 вольт он просаживается если вы сколько-то не ездили приходите и он у вас уже ничего не крутит подведет вас в дороге как у меня и случилось вот это индийский эксайт я всегда считал что он нормальный просто неправильно вводится в эксплуатацию о зажигание включил 12 4 12 37 хорошо видите он завелся со стартера но как я говорил он не крутит его ни хрена надо вот так вот его раскачивать туда-сюда 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 и он вроде начинает но это конечно не дело я вот говорю это первый мотоцикл у которого у которого стартер вот так нифига не крутит движок я еще даже ни одного китайца не встречал чтобы у китайцев не крутил стартер обычно подключаешь автомобильный аккумулятор и херачишь он как не в себя молотит его ну есть опасность сжечь если ты не понимаешь что ты делаешь и как ты крутишь но грубо говоря стартеры достаточно мощные везде и крутят нормально вот особенно на автомобильных аккумуляторах он у вас не сгорит если вы его не перегреете как говорится вот просто на боксере он реально что-то по моему слабоват он хочет крутить но он много мощности то не берет у него не позволяет баба обмотка конструкции и так далее то есть вы его не можете заставить сильнее работать вот такая история холодно еще холодный а Продолжение следует... 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 За голову!